Добрый вечер. Мы с вами начали разговор и не завершили его относительно вашего статуса. Вы служите в театре по-прежнему или Википедия правильно говорит, что ушли уже? Нет, мои документы там. Я числюсь в штате театра актрисы, я получаю зарплату, но работы как таковой у меня нет. Работы нет, потому что ваша работа – это сперва жена Николая Караченцева, а теперь работа вдова Николая Петровича? Нет, когда мы… То есть эти 14 лет, это, конечно, была борьба за жизнь. Это сегодня плохо, завтра хорошо. Сегодня мы в одной больнице, Коля. И поэтому, понимаете, я не принадлежала вообще себе, у меня не было своих желаний. Я очень люблю театр, я безумно всегда любила сниматься в кино, но Коля поставил передо мной условие, что ты моя жена, мать и актриса театра. А кино мы оставим мне, поскольку это все время путешествие в разных сторонах. Я это приняла. Я вас перебью. Вы это приняли сейчас, не жалеете, что приняли это тогда? Нет. Хорошо, так. И когда случилась такая беда, у меня умерла мама, вслед за ней Коля ушел и впал в кому. В тот же день случилось. Да, да. Буквально через час 15 я маме закрыла глаза, вызвала катафалка, морка. И что случилось с Колей, то у меня, понимаете, выбора не было. И когда я пришла, я в реанимацию увидела вот это, и поняла, что это процесс долгий, что это немыслимо играть на сцене или бороться. То есть я проводила время так – церковь, реанимация, церковь, реанимация. Ночью меня отпускали из Клифа в 12 часов, в 6 у меня подъем в церковь и опять реанимация. Так это был мой режим. И в дальнейшем, когда мы вышли из комы и стали учиться ходить, говорить, просто учиться жить, дышать, есть. Так мы есть и не научились. Мы научились только глотать, а жевать мы не научились. Но это меня нисколько не расстраивало. То есть, понимаете, нельзя, когда мне предложили даже прийти в театр и сыграть роль, я тогда не могла оторваться. Это в каком году? Это был 2005 год. А в том же году? Да, в 2005 году. Два месяца комы, потом мы выходим, потом мы восстанавливаемся, потом мы переезжаем. Нас не знали, куда нас определить, потому что мы неизвестно как чего, не как пока еще, не как человек. И нас тогда определили в центр реабилитации, где мы провели два года. Но Николай Петрович тоже, даже будучи инвалидом, имеет свой удивительный характер. Он сказал, я тут жить не буду! Я говорю, а как же мы будем бороться? Боремся и домой! Понимаете, мы приезжаем в девяти, уезжаем в шесть часов, сидим дома, к нам приходят гости. Он сказал, а здесь мне повесить мой путь. Я повесил ему в кабинете фотографии всего пути, и театрального, и кино, и так далее, и так далее. То есть, чтобы он... Я один здесь! Он заходил, закрывал и проходил это все. В общем, поэтому режим моей жизни был, опять же, встали, поехали, позанимались, отработали, приехали, или в театр, или друзья приходят, или песни поем, или читаем, и так далее. То есть, приходят друзья, круг общения как-то изменился после пятого года, или все те же люди, с которыми вы, как принято говорить, тусовались? Тусовались, жили, работали. Они продолжали быть? Да, конечно, да. То есть, никто не... Нет. Вот я вам поставила Максима Дунаевского фотографию. Да, это человек, которому Коля обязан тем, что он освоил вокал, потому что он орал, пел, а потом, значит, когда ему стали композиты предлагать свои песни, он не очень обладал вокалом. И вот этот человечек с выдержкой интеллигентного, породистого, такого, знаете, Дунаевского, как фамилию носящий, он и взялся его обучать. И он научил его дышать, произносить текст, понимаете, петь, выпивать. И в дальнейшем, когда мы уже играли Юнону, это был уже профи, понимаете, это было... Он действительно не выпивал это, а он говорил музыкально. Он умел пользоваться своим голосом и вокалом, которым ему преподнесено было и Дунаевским. А, извините, а вы поете? Журбин написал для нас специально с Колей песню, но Коля прослушал. Когда я с ним запели, он сказал, Димка, знаешь что, давай лучше ты будешь просто играть на сцене. То есть я так пела на сцене когда, я же всех проституток сыграла, понимаете, на сцене. А проститутка не может петь песен, она в движении и с вокалом, понимаете, я же заманивала. Я любила всегда петь, танцевать и веселить, поэтому это как бы мои роли. Когда мне, кстати, давали заслуженную артистку, мне сказали, вы знаете, вы сыграете какую-нибудь серьезную роль? У вас там колониста, проститутка, штиль, проститутка, значит, другая там проститутка. Какая-нибудь серьезная роль. И мне пришлось сыграть Марию Ильиничну Ульянову. Пришлось. Да, меня попросила Олега Янковского, который играл Лея, я говорю, Олежек, может, все-таки как-то я ведусь в вашу семью и сольюсь с вами в экстазии. Ну, я слилась с ними в экстазии, и после этого мне дали заслуженную артистку. У меня там была роль в Иванове, роль в Чайке серьезной и вот, значит, Ульянова, понимаете. Так что это по поводу как бы вокала. Что касается, когда случилась беда, когда умерла мама, а Коля оказался в коме, а я поехала в склиф посмотреть на него. Я когда пришла, и он лежал вот такой космической головой забинтованной, здесь всю морду в синяках, руки синие. Он там, может, их зажал, когда, видно, руль брал. И я ему просто сказал в ушках, сейчас маму храню, а ты здесь лежишь и ждешь меня. Я приду, и будем бороться, и ты встанешь. Понял, да? Я приходила каждый день, я меняла прически, я меняла цвет волос до красного. Олег Кинков сказал, оригинально, на морковку похоже. Но не пугаешь зрителей? Я говорю, я парики надеваю, ты не волнуйся. Так что мы работали в режиме в таком, я ему читала стихи, я читала ему псалтырь, я ему пела песни, рассказывала, какой парик морская я была, где я купила вот это, где я купила вот это. И главное, когда вошел главный реаниматолог, я говорю, наверное, я выгляжу для вас идиоткой. Ну, дурдом же, сумасшедший. Он говорит, нет, только так. Зовите каждую секунду. Вот сидите к нему, разговаривайте с ним, просите его, рассказывайте, что вы сделали, скажите, что ему передали. Мы стали читать все телеграммы со всего мира. Канада, Америка, Италия. Пришло письмо из Ватикана, где была произведена служба о здравии русского актера Караченца. Я привезла, привезли мне эту бумагу. А то, что он православный, а это католик? Вот представьте, когда я молилась в нашем Даниловском монастыре за католичку, они не взяли у меня о здравии. А там отслужили по просьбе русской диаспоры о здравии русского актера на могиле Петра и Павла. А вот с начальством как складывалось? Вы ведь достаточно резко в адрес Марка Захарова высказались, когда он в вашей системе координации совершил предательство по отношению к Николе Петровичу. Да. А когда ввел... Диму Певцова. Да. Певцова, да. И после этого говорил. И вот я был очевидцем того разговора, который сказал Марк Анатольевич. Пускай это будет, как бы сказать, правда и настоящая, я не вру. Он сказал, Колясик, вот сколько сможешь, столько и будешь играть. Когда не сможешь, мы закроем спектакль. Понимаете? То есть имелось в виду, что кто-то когда-либо заменит его? Да, да. Когда я пришла на спектакль на 9 дней моей мамы, я пришла играть спектакль «Шут Балакирев», я увидела распределение, то меня просто, ну как сказать, такое, ну как в инсульте бывает, меня скрутило. Мне надо идти на сцену, а меня руки скрутило, потому что, я говорю, как же так? Человек еще не определился, то ли умер, то ли жив. Ну дали бы хотя бы ему, как бы, душе это и не мучается. Он же видит, душа, к сожалению, все слышит и видит, что происходит здесь. Он же мучается, ему тяжело, ему его поддержать, хотя бы снять с репертуара. Ну умер, играйте, хотите, вводите. Там все. А сейчас ему так тяжело. И я вышла, да, действительно, на сцену, я ударила руками, там такие трубы идут, и деревянная основа, как бы, сцены. Я ударила, чтобы они раскрылись хоть как-то, и вышла, и играть текст. Первую сцену я сыграла, потом я вышла, сняла парик и сказала, все, вы предать его можете, а я его не могу. Я совершила предательство в отношении театра. Потому что я шла, со мной бежали актеры и говорят, ты актриса, ты должна заиграть. Так! Сначала я жена, а потом я актриса. И как жена я это не принимаю. Я сказал, где Марк Антонович, покажите мне, я хочу ему сказать это в лицо. Но не дайте ему там мучиться в душе, дайте ему умереть спокойно, что его здесь любят, что здесь им дорожат, что его любят и обожают все зрители, там все. И когда я уходила со сцены, с этой сцены, ко мне в ноги кинули цветы. Я, знаете, думаю, что это я умерла в этот момент. У меня душа разорвалась на части. Я сказала, нет, я не должна умереть, я должна его поднять, поэтому я ухожу. Я села в машину, не могу ее завести, руки скрючила. Думаю, так, сейчас будет инсульт, но инсульт, нет, нет, нельзя. Этот умирает, а я какой инсульт? Я доехала, мне, позвонили врачу, главному, наверное, хирургу этому, нашли лекарство, вкололи меня и вырубили меня. Наутро мне звонит человек, психолог, и говорит, а какая у вас задача, Люда, главная в жизни? Я говорю, как какая? Поднять, Коля? Вот и поднимайте. Что вы так нервничаете? У вас задача какая? Вот и вложитесь туда. И все. А все, что там происходит, для вас неважно. Я написала, да, прошу меня, я прямо продиктовала, прошу меня в декретный отпуск или куда-куда, я пошла бороться за жизнь человека. И боролась. В театре меня оставили, мне платили и зарплату, и платили Коле зарплату. Через два года прошел в ТЭК, якобы, но он не прошел. Нас обманули. Просто взяли паспорт и принесли нам бумагу. ТЭК – это комиссия, да? Комиссия, которая определяет. После двух лет как больничного определяется, дает основание как бы получить инвалидность. Ему дали инвалидность первой группы без права работы, с подписями врачей, но никто его не осматривал. Ну, у него, в общем-то, был такой диагноз, что там, в общем, я смотрю, ему удалили часть мозга… Я позвонила Генриху… Да, удалили две гематомы. Да. Да, оно прекрасно все соображает. И когда он получил эту бумажку, он заплакал и сказал, «Да чего же они так со мной? Что это так-то, просто так?» Осмотра-то не было. Я звонила Генриху Падвы. Я говорю, «Генрих, у меня простите, пожалуйста». Адвокат. Я говорю, «Да, адвокат, так случилось». Он говорит, «Фамилии назовите, пожалуйста, я сейчас запишу, будем заводить уголовное дело и лишать их работы в медицинских учреждениях». Кто подписал? Я говорю, «Ну, они-то ни при чем. Это чье-то решение свыше». Свыше – это чье? Ну, кого вы имеете в виду, я просто действительно не понимаю. Я думаю, что это решение было Шкловского, под влиянием театра, или кто-то, или что-то это сделал, чтобы поставить его. То есть на следующий день, как только эта бумага попала в театр, меня позвонил директор, сказал, «Получите расчет за Колю, серебряники получите, 20 серебряников». Вот я получил 20 серебряников и зажал их в руке. После этого адвокат Генриха Падвы подписал бумагу. Я приехала на улицу у Горького, там в ТЭК главный, сдала свои бумаги, что мы не проходили в ТЭК. Меня узнали. Там люди говорят, «Господи, так давайте мы прямо сейчас его осмотрим». Я говорю, нет, сейчас мы уезжаем на конкурс песни актерской в Нижний Новгород, где Коля председатель, где он судил. Потом мы поехали в Дивейский монастырь. Мы молились, нам открыли раку и так далее. И Коля, которому вырезали мозг, орал и на Дашкевича, и на других композиторов, которые тоже были в этом конкурсе участвовали, были председатели. Он сказал, «Я председатель, у меня два голоса! И я вот за это ставлю своих два голоса!» Он выиграл свою актрису, певицу, которая там ему очень понравилась, она мои письма читала. Ее пропустили, значит, и дали ей первую премию. То есть он добивался. А когда мы приехали в Дивеевский монастырь, я говорю, «Коля, ну надо встать на колени!» «Да знаешь, у меня же ранены колени!» Я говорю, «Ну, понимаешь, ты приехала к Сафии Мусаровскому, надо встать на колени!» И как только мы прочитали «На кафисты» и так далее, и открыли доступ, и открыли на мраку, он побежал, встал на колени и, плача, просил у него здоровья. Здоровья у Серафима Саровского. И мы там прожили еще и посмотрели концерт. Там приехали с нами актеры, которые участвовали в конкурсе песни. Это был большой праздник, и мы прошли по пути Серафима Саровского, и там где Келли. В общем, все мы это прожили с ним. То есть как бы утвердились в этом. То есть я говорю, что он совершенно прекрасно все понимал. И когда я его привезла после этого конкурса на ВТЭК, где 15 врачей, он говорит, «Ты мне часы надень?» Я говорю, «Зачем тебе часы-то?» «Рубашку дай, дай, костюм давай, чтобы солидно выглядел!» Я с Колей вхожу и говорю, «Вот, пожалуйста, вам…» – Он на каталке приехал? – Нет, он ходил тогда хорошо, замечательно. Мы восстановили его полностью. Он бегал так быстро, что охранник, который его охранял от журналистов, тот бедный просто ноги стирал себе. Он говорит, он так… Знаете, сначала на коляске, потом стал ходить, потом стал бегать, понимаете? И вернулся его этот ритм. И он так восстанавливался быстро, что врачи не успевали выписывать какие-то лекарства, какой-то план работы. Они не успевали за ним. Он всегда спешил жить. Он спал 4 часа в сутки. – Всегда и до пятого года? – Конечно. – И потом? – Нет, а потом… Он говорит, «А вот сейчас я высыпаюсь». – А вот эту ситуацию с… Ну, скажем так, если использовать все-таки вашу терминологию, с предательством Захарова, вы потом с мужем обсуждали, у него какая была оценка? – А как же? Едем утром в центр реабилитации и показывает премьера «Юнона-8» в главной роли Димы Певцов. – Это что за белиберда? – Я говорю, «Ой, Голенька, понимаешь, вот ты сейчас болен, и вот вели Диму». Заткнулся, замолчал, положил. Сели в машину. Я его везу, значит, в центр реабилитации. Он говорит, «Ничего не выйдет». – Я говорю, «Почему не выйдет?» – Я говорю, «Может, какие-нибудь…» – «Ну ладно, не Дима, какой-то Миша Боярский». – Он говорит, «Не выйдет». – У него же челюсть выдвигается вперед. Глаза отбелеют, карие. – Я говорю, «Почему не выйдет?» – «Души не хватит». – Он прав. Той силы энергетики, той духовности, какая была у него, понимаете, когда он выходил в Эспас-Кардерн, в Париже, и он пел там «Эту речку в мурашках простуды, это админалтейство и биржу». У него текли слезы, и зал начинал рыдать, понимаете, потому что там было много русских. Он через себя передавал им и Санкт-Петербург, и любовь русского к своей земле. А в Париже, то есть в Нью-Йорке его просто выносили на руках. Понимаете, после того, когда он… «Я умирает простой хворобы!» И вот этот крик и вопли. Один там французский хотел сказать, «Слушай, а как ты играешь? Ты какую наркоту принимаешь? Чем колешься?» Он говорит, «Да я просто русский актер, успокоюсь». Понимаете, они… Женщины приходили потом уже третий раз на спектакль, они приносили бинокли полевые, чтобы посмотреть, что с ним происходит, что происходит с этими матросами, которых он гонял. Он же их специально… Он говорит, «Сейчас проходим матросский танец». И все понимали, если сейчас глаза не будут на выкате, они будут этот танец матросский проходить десять раз. Ему надо, чтобы это было… Чтобы это выворачивалось, чтобы они понимали, что такое русский матрос. И они это так делали, так старались. Вот это вот… Вот это вот мощи у всех этих актеров, которые сейчас играют, они поют хорошо, они двигаются, все замечают, но этой мощи нет. Понимаете? Рыбников не зря писал это на фактуру Колину, потому что тот выброс, тот энергетический запас, который есть у Коли, это действительно редкое явление. Это редко такого актера. Мне поэтому жалко, что он не сыграл Достоевского, он мечтал об этом. Вы знаете, профессия наша… Вот я все время повторяю, вы не забывайте, что вы человек. А то, на кого вы выучились, и ваша работа – это ваша профессия. И это, конечно, неотделимо. Это сливается, понимаете? И когда мы говорим, что мы работаем в театре, а театр репертуарное, и нам наплевать на жизнь, на болезни актера, то это значит, мы наступаем себе на горло, на своей души. А работаем мы на сцене душой. Вот Инна Михайловна, когда я предложил Марку Анатольевичу играть «Сори» с другим актером, а это спектакль Глеба Панфилова, она сказала, извините, пожалуйста, муж заболел, другого мне не надо. И Марк Анатольевич снял этот спектакль. Он никого не ввел. Мы поэтому подумали, что хватит силы воли и на Юнону. Но Юнона – это спектакль, который кормит театр. Это бренд уже созданный, понимаете? Люди ходят, смотрят, потом включают и смотрят фильм с Колей, Юнона 1981 года, понимаете? Они аналог и это соединяют, смотрят и там понимают что-то. Кто-то уходит со спектакля, кто-то все равно слушает эту музыку. Это созданное, и именно кровью Колей тоже созданное. Он был и со режиссер, понимаете? Знаете, у нас получилось, что первая часть нашей беседы посвящена в значительной степени Ленкову, поэтому во второй части я все-таки постараюсь больше поговорить про вас. Про семью хотел бы спросить, как восприняли внуки? Насколько они были с дедушкой близки? Общались ли они в течение этих лет и последнего года? И какова была реакция? Про вашу реакцию более-менее. Понятно, конечно. Знаете, первый был Петя, который родился, и он жил с нами здесь. На даче вот здесь? Да, на даче. Извините, я хочу уточнить, а вообще в принципе последние годы прошли здесь? Да, да, да. Слава Богу, когда нам скажут, что мы не можем жить в центре с такими диагнозами, с такой потерей мозга и нам нужна ионизация, мы три месяца жили. Просто экологический фактор, да? Экологический фактор, да. Воздух, то есть все, пятое-десятое. Поэтому мы жили в Тунисе, в Египте, в Испании, в Италии, в Китае. Летом потом сын нам построил два дома на берегу моря в Болгарии, в Святом Власе. Извините, а почему два? А потому что один мы назвали дом инвалидов, как у Наполеона. Там особый режим. Там Коля, я медсестра жили. Тишина, восемь часов на горшок и спать. Потому что в шесть часов встаем и идем на море. Мы должны пройти два километра, прочитать стихи, мы должны сделать всякие загадки и так далее. Потом зарядка приехать, потом сон, потом опять на море. У нас свой режим. А там внуки, дети, то есть сын с невесткой, их мама, друзья или кто приезжал. И у них ритм совершенно другой. Просмотр фильмов. Понятно, да. И мы не совпадали. Но, живя рядом, для нас это была, конечно, большая радость, поскольку Коля, когда он вышел из кома, родилась Яночка, вторая внучка. И он стоял на балконе, всклип и плакал. Курил приму тогда еще. А он курил? Он курил тогда еще. Да, мы года еще два курили. Потом пришлось вызывать этих, как их, иглоукалователей, чтобы бороться с этими плохими чертами характера. Вот. И он, конечно, понимаете, для болеющего человека несколько другое мироощущение. Каждый день он насыщался Коля до максимума. Он пытался и жить так, он так писал себе расписание, когда работал, когда был здоров. И так же он себя насыщал эмоциями. То есть, придут друзья, придет его гримерка, приедет Инна Михайловна Чурикова, расскажет там. Придет Глеб Панфилов, придет Максим Дунаевский, Лора Квинт, Ирина Грибульна, художница из нашего театра, актеры и там. Вот. И дальше он, предположим, писал там встречи с внуками. Значит, внуки показывали. Отец его художник был, Колин. Вот. Поэтому они занимались и живописью, и они занимались музыкой. Они приходили, и ему показывали свои картины. Судил. И так же в Болгарии, он садился на природе. Ну, выносите! Ему ставили, значит, пипитры. На пипитрах, значит, были картины. А пипитры, потому что все занимаются музыкой, сменялись картины. Дальше выносился синтезатор. Петя играет. Яночка на флейте. Это на этом. Птички летают, все хорошо. А потом, предположим, они уже заходят в дом, к нам инвалиды в дом, и читают стихи. Понимаете? Для него было важно понять, что передалось его внукам от его крови. И что передалось? Ну, во-первых, конечно, музыкальность большая. Пластичность. Мама его была балетмейстер, поэтому наши все дети занимались художественной гимнастикой, фигурным катанием, значит, соответственно, плаванием. И сейчас художественной гимнастикой занимается третья внучка, которой сейчас будет 4 года. Соответственно, все пластичные, все музыкальные. А сын-то музыкальный? А сын занимался музыкой. Вот он как раз не музыкальный. Вот да. А невестка, невестка закончила музыкальное училище, и она сидит еще сама, играет на фортепиано. Вот у нас и здесь, и там все. У нас всюду музыкальные инструменты совершенно. Вот. И во-вторых, конечно, эмоциональная загрузка очень большая. Они очень эмоциональные дети. Они могут плакать, смотреть спектакль. Предположим, мне очень интересно было, Петя пошел слушать шнитки в 12 лет. И когда ему отрывали билет, в консерваторию сказали, мальчик, а не рановато? Он говорит, я думаю, что уже поздновато. Я вот хотел уточнить. Они морально были готовы к тому, что в любой момент они с дедушкой могут распрощаться. Или к этому не шло? Нет, шло. Когда получили онкологию, то стало очень ясно. То есть все понимали, да? А? Все понимали, что срок очень четко обозначен. Почему? Мы, конечно, включились в борьбу. Я, как всегда, верю в чудо, и я спрограммировала больше годы, да? А вышел только год. И дети, когда нам поставили онкологию, надо им сказать большое спасибо Андрею, моему сыну, то есть нашему сыну с Колей, и невестке, и внуке. Они постоянно приезжали к нам. И постоянно говорили с кокой, что у них нового, что такое. Приезжали сюда, приезжали в больницах, когда мы делали химиотерапию. А уж когда мы слегли в надежде выйти... Все-таки надежда у вас была. Да, потому что у нас было воспаление легкого. А потом выяснилось, что это разлагается. Вот эта опухоль, которую мы облучали, она не засушилась, она стала разлагаться. Началась общая интоксикация организма. И программа наша через месяц стала совершенно ясна, что у нас может недели, может два дня, может один день, может три. И тут Петя, Яна и Оля, которые с родителями, естественно, приезжали практически каждый день. Потому что они понимали, что наш... Ну, поставлен был диагноз, что наш корабль идет вниз в землю носом, и это не определить время. Сам Карачинцев понимал, что ему очень много осталось? Или он тоже, в общем, верил? Он все понимал. Он все понимал. И он понимал даже больше. Такой силы человека. Мне просто повезло, что я его встретила в этой жизни. Я его хотела встретить, я его нашла. Да, это мой третий муж официальный. Да, я знаю. Так вот, просто чтобы вы не очень надеялись, что это прямо с первого взгляда. Нет, я в курсе. Полюбились вы с первого взгляда, увидели на сцене. Это был удар. Это был просто удар, который сбил мне дыхание. И все. И с этого началась моя улыбка на лице. Вы знаете, когда я его хоронил, я тоже улыбалась. Да, я читал, что, мол, не плакал на похоронах. Потому что он лежал с такой красоты, без морщин, потому что он уже знал, что он уходит. То есть это была каждодневная работа. И понимание того... Я вставала пол шестого, и я понимала, что я должна бороться и за этот день, еще один день жизни. И я сидела, я целовала его, обнимала, я целовала его руки. У него безумно красоты руки. У Петьки точно такие же длинные пальцы, очень красивые формы. Это мои артритные, больные руки. А у него просто он... И он сложен прекрасно. И когда он умер, я его целовала все тело, он был теплый еще, понимаете. И лицо у него такое стало красивым. Морщины ушли, морщины. И вообще поголубили глаза. Когда он вышел тогда, из ком у него стали голубые глаза. Как у вашего папы. Да, да. Как странно. Я потом думаю, почему? Это как заново... Или готовишься к уходу, или как заново рождаешь. Дети все же голубоглазыми, фиолетовыми рождаются глаза. Потом определяется цвет карии, предположим. Понимаете, когда родился наш сын, он тоже надеялся, что он будет кариглазый. Но челюсть у него большеватая, а Гарри глаза так и не появились совершенно. Понимаете, поэтому семья держалась до последнего. Просто до последнего. Я объявила всем своим друзьям, что мы теряем его, и кто хочет его увидеть живым, пожать ему еще руку его сильную, тот, пожалуйста, приезжайте. Приезжали его врачи, Леночка Слонова, приезжали друзья, приезжали все, кто мог родственники, чтобы увидеть его живым. Он прекрасно понимал, что они пришли с ним попрощаться. Он шутил, он улыбался, он держался. Ну, мы то кислород мы то отведем, чтобы общаться, чтобы сняться. И Олечка эта маленькая, она прижималась и говорит, он же стаенький, а он же был молодой. Я ей показывала, какой он был, там журнал у меня был, пример этот, к 70 лет. Он был молодой, красивый, очень красивый, а сейчас он стаенький. Да, он стаенький. И когда он умер, я всем позвонила, сказала, что Коля ушел. Оля сказала, он улетел. Я говорю, да, Оля, он улетел там, где очень хорошо, где блаженство, где нету боли и нету слез. И ты, и я, и мы не должны плакать. Мы там лучше намного. И, конечно, то одиночество, которое вдруг, пять котов, четыре, тогда была собака и никого не медсестры, не домработницы. А главное, нет его. Потому что он, знаете, он излучал столько тепла, даже раненым. Он был настолько энергичный, настолько веселый, настолько в нем было силы жизни, что я все время ощущала этот аккумулятор просто. Аккумулятор. Вдруг я вхожу, собака сидит, четыре кота, и вот такие у них глаза. А где он? Всю ночь собака выла. Она знала, что он умер. Она его сопровождала во всех походах, прогулках. За ней шли четыре кота. Дальше уже Коля с медсестрой и с палкой с этой. И она настолько привыкла, что она, конечно, поняла уход. И когда я приехала, я не знала, что мне делать. Надо что-то мне делать. Надо как-то что-то собраться. А он спал вот здесь. Так что вы думаете? Они все легли на это место. Собака на его подушку, на все. Коты все легли. И так их голову подняли, как змеи, мол, наверх. Ну что, мы греем? Давай, ложись там все. И я спала среди животных с ними. И это была какая-то теплота такая от них исходила. Я поняла, что все понимаю. Понимаю, что ему там лучше. Понимаю, что он ушел в жизнь вечную, что у него началась новая жизнь. Но эгоистично, как человек, мне его не хватает сейчас. Мне не хватает его тепла, любви, ласки, нежности. Он все время гладил, целовал руки. Даже ночью мне гладил, обнимал и говорил, я молюсь за тебя, я люблю тебя. Он удивительно, так сказать, способен к любви и дарит людям счастье. Понимаете? Вот сейчас я не вижу таких людей. То есть вокруг меня нет. Есть моя семья. Я их ощущаю. И я с ними провожу полнедели с ними, полнедели вот здесь. Я пытаюсь как бы передать, создать атмосферу. Потому что мы потеряли не мужа, мы потеряли стержень. Это был стержень. Я хотел бы уточнить вот такой момент. Мы Захарова упоминали. Он позвонил вам? Как вы думаете, почему? Нет. Ну, я думаю, что он все-таки обижен на меня. Он человек обидчивый. Может, кто-то из таких близкого круга не очень хорошо обо мне отзывается. Кто? Я не знаю. Перед вечностью, куда мы уходим, обиды. И я все равно Марка Анатольевича люблю. Он создал такие спектакли. Он дал такую жизнь театру. Понимаете? Человеку свойственно обижаться, ошибаться. Я тоже бывает обижаюсь, ошибаюсь. В чем вы ошибались? Я? Да. Я иногда бывает... Понимаете? Я сейчас этого себе не позволяю делать. Но Коля мне тоже в этом помог. Я могла осудить человека. Мне казалось, что он что-то совершил плохое. И все, для меня он не существует. Он предатель. А что Коля сказал? Ты не имеешь права осуждать человека. Ты должна дать ему всегда шанс. Если ты его осудила в своей душе, то, может быть, ты его поставила вообще на колени. И он никогда не поднимется. Не все такие сильные, как ты, духом. Ты можешь на танк идти и взрывать, потому что ты такая. А другие испугались и предали. А потом вдруг он опомнится, и вдруг он попросит прощения. Ему надо как будет жить, а ты его уже вычеркнул из своей жизни. И я научилась прощать людей, любить людей, понимать их ошибки. В процессе... Вообще, с Колей в процессе своей жизни он меня вообще повернул вот так. Потому что той доброты или той щедрости, которая у него была, понимаете? Он знал про каждого все. Он знал, сколь степень его талантливости. Вы про ошибки когда говорили. Ну, для вас, наверное, не секрет. С вами на эту тему говорили и мои коллеги. Неоднозначно воспринимали поклонники и коллеги, и уж не знаю, как в семье, тот факт, что Караченцев появляется на публике. Что он появляется в эфире, что он появляется на сцене. Самые разные по этому поводу существовали трактовки и оценки. Это не было ошибкой сейчас, ретроспективно оценивая все это. Я делала ему достойную жизнь. То есть ту жизнь, которая... Вы считаете, это было ему надо? Потребность! Вы понимаете, что перед смертью он знал, что он умирает, что у него онкология. Мы просмотрели все премьеры в Москве. Мы знали, что мы идем к финалу. И мы хотим насладиться тем, что здесь, в этом мире. Да, он инвалид, но он хочет это видеть. Понимаете? Он шел по улице по Тверскому бульвару скрюченный. Да, идет вот так. Ему неловко то, что он так плохо идет. И вдруг подходит женщина, становится перед ним на колени, целует ему руки. Спасибо, что жил. Что ты живой сейчас. Давай живи. Давай живи, как шукшин на последней капле своей крови. Сжигай себя и не стесняйся. И мы по Тверскому бульвару гуляли. И мы проверяли. Бежит ребенок. Ури, Ури, Ури! На! На тебе! Спасибо! И дает ему шоколадку. Мы приходили сюда с конфетами, с бутылками с Тверского бульвара. Придут мужики выпить. Караченцев живой! На! Видите, все. В Тель-Авив приехали. Я только привезла его на Мертвое море. Отвернулась. Я оформляю гостиницу. Это мы лечились. Ну, просто на субботно-скрестненье к Мертвому морю. У него здесь уже виски, конфеты. Я говорю, что такое? Народ несет. Знает своих героев. Понимаете? И они подходили и целовали его, обнимали. И сейчас, когда мы были в Тель-Авиве уже на облучении, мы приехали в этот самый, как его, гробу Господню в Иерусалим. Так его несли на коляске люди, которые туда шли. А что, им неприятно на него смотреть? Да хорошо, что он живой. Вот на это я радуюсь. Многие его друзья, насколько я помню, и Александр Гаврилович Абдулов, и Олег Иванович Янковский. Не знаю, как насчет Збруева, но эти двое весьма скептически оценивали именно эти ваши усилия. Вам это было обидно? Олег Янковский, потерявший вес на химиотерапии, уже будучи облученный, когда играл, когда оставалась только одна челюсть и такие тоненькие ножки, он играл. И зал ему аплодировал. Просто каждый проходит свой путь. Понимаете? Олег Янковский не позвонил, когда коля разбился. Саша Абдулов не позвонил, когда коля разбился. Марк Анатольевич тогда, 14 лет назад, позвонил. Он принес свои, как говорится, соболезнования, сказал, что может помочь театр и так далее. А когда он вышел и приехал, наконец, в квартиру, и Марк Анатольевич Захаров и Марк Борисович Варшавер приехали его навестить к нам в квартиру в шведский тупик. Для Коли это был просто праздник. Понимаете? Вы знаете, общее место такое считают, что самое терапевтическое, что вообще может быть, это смех. Может смешил вас? А еще как. Юра Никулин собирал анекдоты. Когда мы приходили к нему в цирк, что мы не могли досмотреть представление до конца. Они очень друг друга понимали, потому что оба шуты. И тот, и другой. Понимаете? И оба очень нежные. Я даже не знал, что они были знакомы. Да что вы! Мы обожали. Юрочка здесь Никулин жил. Со своим резиншнауцером ходил. Гулял. Это же чудо было. Идет. Красота. Танюша, его жена. Максик. Ну все это было замечательно. Короче говоря, мы приходим в цирк. Максик. Ну что ты тут делаешь? Коньяк остывает. Это Юра Никулин зовет его выпить. Он говорит, да потом посмотришь. И все. И ушли. И я смотрю, окончательно все одна. Они там сидят, выпивают и разговаривают. анекдотами дарят. И в дальнейшем, когда Юрочка ушел, мы получили книжку анекдотов Юры Никулина. И мы в дальнейшем, когда мы восстанавливали его речь, мы как раз эти анекдоты читали. Он выучивал их и мне рассказывал там, понимаете, эти анекдоты. Что вам сказать о мнении людей? Вот сейчас Коля там их всех встретил, да, и Сашу Абдулова, и Олега Янковского, там все. Ведь душа продолжает жить, она же меняется. У всех у нас есть ошибки. Возможно, я в чем-то и не права, что я как бы инвалида привела в мир искусств, что он сидел, радовался, смеялся. А для него смех это был самый дорогой, любимый. Возможно, в чем-то я не права, пускай люди меня осудят. Но я не могла ему отказать в этом удовольствии. И ему нравится, что он не в телевизоре это смотрит, а среди зрителей. И последний наш приход 6 сентября в театр, где он пришел в платке, в костюме своему любимому, он там все, он не уходил из театра. Мы не могли его увезти. Он знал, что это последняя встреча с его театром. И он сидел, сидел, глазами кулисы ласкал, что-то выслушивал, как будто что-то видел. Там все говорит, Коля, час уже сидим. Ну, нам на дачу пора. Ну, поехали. Он говорит, не-не-не, сейчас еще посидим. И вот он сидел до последнего сказал, поехали. Он впитал в себя этот театр, его дом второй. Я не знаю, будет ли памятник в Москве Караченцеву, я об этом читал. Я просто вот смотрю на вас, вижу не просто красивую женщину в красном, вижу памятник Николаю Караченцеву. Спасибо вам. Спасибо.